Звучит музыка Сегодняшнее видео о маленьких стволах, но с очень опасной начинкой Штурмпанцер, который будет воевать не просто на своем боевом рейтинге, а против самых опасных противников в топе на боевом рейтинге 10-0 Для этих целей нам конечно же потребуется скилл и навык владения подобным стволом Ведь у него, как вы знаете, плохая баллистика полета снаряда Но и это исправляется То есть по факту нам лишь нужен опыт и постепенно-постепенно мы научимся им пользоваться В данном случае есть конечно и другие немаловажные проблемы Враг не всегда ваншотится или есть некие помехи, которые постоянно возникают в не самый подходящий момент А как вы знаете, наш фугас с бронепробитием под 60 мм принципиально отказывается лететь дальше, если встречает абсолютно любую преграду Которую кстати и нечем сломать, потому что у нас отсутствует пулемет Оттого и требуются более открытые пространства, ну и конечно же не слишком большая дистанция, чтобы все у нас было хорошо Приоритете для эффективной работы, конечно же, кейперская тактика, когда сидим где-то в углу и просто ждем, пока враг сам к нам приедет Но в моем случае, конечно, эта подвижность хочет Самир посмотреть, себя показать, едем в направлении точки Но это происходит долго, но благо есть замечательные люди, вот вроде этого Леопарда Который увидел этот слабенький, незащищенный танчик, так еще и со своими жизненными проблемами С неудобным, скажем так, слабеньким, коротеньким стволом, которым пользоваться сложно в рандоме И нужно как-то как бы это компенсировать, он просто берет на буксир, подвозит куда мне надо А дальше я сам выбираю дистанцию, с которой мне удобно будет работать по противнику, который попытается захватить точку В общем, все схвачено Если же таких союзников не находится, а такое было в 80% случаев, конечно, добраться до какой-то позиции вовремя очень сложно Поэтому, друзья, если видите в рандоме такого малыша, ну не стесняйтесь кинуть трос, что вам жалко что ли На вашу скорость это сильно не повлияет, особенно учитывая разницу в весе и мощности двигателей топовых машин Хотя здесь скорее другая проблема Народ в большей степени в топе не любит всяких там превозмогателей, которые берут низкоранговую технику Да, это, конечно же, проблема и не хочется, чтобы вот таких вот идиотов вроде меня было в рандоме процентов 70 за одну команду Поэтому, ну, вы понимаете, да, что нужно посматривать тап и иногда все-таки брать адекватную машину Если соответствующая, ну, для вашего якобы челленджа не подходит под карту Например, в Курск я бы точно не взял штурмпанцер или же еще в какие-то там открытые карты типа Моздока Линии мажено Как видите, неспешно, неспешно, но фраги идут Хотя бы минус 2 за бой залетает Но я не буду вам врать, что каждый бой у меня по минус 2 стабильно Чушь Конечно, бывают ситуации, когда меня находили очень рано Особенно проблема была, когда прилетел ранний вертолет Это была Кобра и просто сдуло бедный несчастный штурмпанцер Я даже не буду этот момент вставлять Ну, вы поверьте, такое было И, конечно же, после этого задумываюсь Нафиг я вообще этим занимаюсь, на штурмпанцере катаюсь в топе Но хочется какого-то своеобразного такого, знаете, превозмогания И фугасницы это отличный тому пример Вот как можно действительно создать себе настроение Если попадаешь в противника и он разлетается в щепки Да, фугасы здесь очень мощные Фугасы очень радуют не только у штурмпанцера В целом у техники подобного типа Это, не знаю, некий праздник То есть никакая техника не доставляет столько кайфа, как фугасницы То есть я вот лично очень большой поклонник подобных машин Ну и, собственно, смотрите Дальше уже постепенно, даже без троса Без каких-то там помощи там союзников Начинаются фраги По одному раз-два находятся противники Которые получают в жбан И отправляются в ангар Даже получается сделать некий деф Вот смотрите, какая интересная ситуация Я понимаю, что за углом противник Нас давят со всех щелей Остался только я и мой союзник И мы стоим такие и думаем, что нам делать Будем ждать от угла Враг вылетает Я стреляю в противника, в корпус В ЛД И, кстати, хочу сказать, что стабильно всегда Когда вы попадаете в ВЛД Или еще в башню, всегда ломается ствол Это очень полезно Даже если нет ваншота И в любом случае, не вы, так союзник его добьет И тем временем, пока союзник Скажем так, я ему оставляю критованного противника Я ухожу в сторону, чтобы поймать второго врага Который крудется, гад Крудется, но не в мою смену И тоже отправляется к працам Собственно, вот так вот, знаете Я сделал несколько выстрелов Мой союзник тоже забрал Добил ту цель, которую я кританул Шикарно Вот так вот обороняемся Круговая оборона на 10 из 10 В общем, все здорово Иногда, конечно, союзники настолько боятся Куда-то поехать, чтобы не профукать свою машину И не заплатить за ремонт Ждут, не знаю, явления Христа народа И только когда вот я на штурмпанцире Маленьком, безобидном начинаю двигаться Они чуть ли не колонны за мной собираются Чтобы, ну если что Они там вылезают, разберутся с пацанами Которые на меня наехали То есть у меня такая крыша сзади едет Но в любом случае, меня используют как приманку Талисманчик Хотя, в принципе, наверное, это и заслужено Учитывая, что вот такая вот низкоранговая машина Но здорово то, что она так легко открывается То есть бац, и все у вас есть Эта машина Она бесплатная, это не премиум Просто открывай, не хочу у немцев и нагибай Нагибает, как видите, она даже самыш Есть топовые танки С таким-то бронепробитием и количеством взрывчатки Перезарядка в районе 20 секунд Хватает, все хорошо Ну и, собственно, видите, сколько раз я получил помощь Иногда, конечно, обидно то, что нет ваншотов Я не знаю до сих пор, как это работает Куда там надо попадать Понятное дело, что есть гарантированные варианты Когда кидаете прямо под танк противника Но, поверьте, на средних дистанциях Вы точно можете не попасть четко То есть он может не долететь снаряд Или попасть в ЛД То есть здесь, сами понимаете Это все-таки фугасница со сложной баллистикой полета снаряда Ну или же просто кидать на крышу танка Тут тоже можно четко не попасть Поэтому более гарантированно Всегда приходится стрелять в ЛД Куда-то в район башни Там есть, конечно же, некоторые отклонения Но, по крайней мере, гарантированно ломаете ствол А там уже добьете как-нибудь со второго Или даже иногда с третьего фугаса Но, конечно, ваншоты все равно есть То есть, слава богу, не настолько все плохо То есть можно попасть там в борт куда-то Или же там под башню залетает удачно То есть здесь есть некий элемент рандома Как вообще осколки сегодня Какое у них настроение Куда они будут двигаться Понимаете, какой будет сегодня конус осколков Вот сейчас, смотрите, интересный момент Я подкрадываюсь к противнику Я понимаю, что, скорее всего, он обо мне не знает Но, возможно, меня слышит Я остановился Он посмотрел, главное, примерно в мою сторону Думал, может быть, здесь что-то есть А я стою специально, чтобы мой двигатель стал тише Он подумал-подумал Наверное, показалось опять Отвернулся куда-то там, посмотрел И тут я начинаю выезжать ради выстрела Вот такие моменты, конечно же, радуют И благо, слава богу, произошел долгожданный ваншот Который я так люблю То есть, видите как В общем, друзья, восславим фугасную технику Восславим дрыны, которые хоть и короткие Которыми сложно пользоваться Но нереально доставляют Когда все происходит грамотно Так что поддержите лайк Если вы со мной солидарны Если вы тоже любители маленьких коротких стволов Но с очень мощной начинкой И, собственно, пользуйтесь Ссылочка в описании под видео Если вам что-то нужно в улиткой шопе С трехпроцентной скидкой Плюс спецнаклейка в артуб Такие дела, друзья Ну, в общем, я почапал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok